МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Оркин Медиа новости в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте. Коротко о событиях и происшествиях, с которых началась неделя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек в огне. Балхашец. Получил ожоги больше 50% тела в результате самоподжога. Сбился с пути. Нетрезвый водитель сбил стол посвящения на улице Ленина. Будет установлена сумма ущерба. Цвет настроения. У жителей Балхаша из крана бежит черная вода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Балхаша совершил самоподжог. По предварительной информации, мужчина облил себя бензином и поджог. Его доставили в больницу с ожогами больше половины тела. ЧП произошло в субботу в 11 часов ночи на рабочем поселке. По некоторым данным, в одном из домов 40-летний мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Его доставили в больницу с ожогами больше 50% тела. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. В 10-й школе сегодня произошел пожар. Горели холодильники в столовой. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали больше сотни человек. Огонь вспыхнул в столовой учебного заведения около двух часов дня. К приезду специалистов в пламя охватило два холодильника и оконный блок на площади 10 квадратных метров. Во время пожара было сильное задымление. Эвакуировали 110 человек, 80 школьников и 30 взрослых. На момент возгорания в столовой никого не было. Жертв и пострадавших нет. На тушение было задействовано 3 единицы автоцистерны, 1 единица автолестницы и 14 человек личного состава. Общее время тушения составило 30 минут. Предварительная причина пожара в настоящее время установлена. При причине пожара послужило короткое замыкание электропроводки промышленного холодильника. На улице Ленина машина сбила столб уличного освещения. Пострадали два человека. ДТП произошло в ночь на воскресенье на перекрестке с улицы Олимжаново. По предварительной информации водитель не справился с управлением. Он и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. И доставили в центральную больницу Балхаша с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга. Столб освещения, в которое врезалась Тойота, принадлежит компании Балхаш-Энерго. Причиненный ущерб фирма намерена взыскать с виновника аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Сейчас нашими работниками составляются соответствующие документы. И на основании этих документов будет установлена сумма ущерба, которая впоследствии будет выставлена виновнику ДТП в качестве судебного процесса. Либо если виновник ДТП признает, что он полностью виноват, он может отдельно внести в кассу Балхаш-Энерго эти деньги. К другим новостям. У жителя Балхаша из крана бежит черная вода. По словам мужчины, горячая вода и раньше меняла цвет, но чаще всего это были оттенки желтого. И судя по обращениям в нашу редакцию, такая картина наблюдается в разных частях города. От чего зависит окраска воды из крана? Пытались разобраться наши корреспонденты. Это видео к нам в редакцию прислал житель дома на улице Казбековой. По словам автора ролика, черная вода побежала по трубам сегодня утром. Водные процедуры пришлось отложить. Мужчина дополнил, что горячая вода с начала топительного сезона часто меняет цвет, но черная побежала впервые. Чтобы выяснить причину нечистой воды, мы обратились в обслуживающий дом КСК. Как пояснили коммунальщики, изменение цвета воды происходит в нескольких случаях. Если производилась остановка водоснабжения в многоэтажке, при замене трубопровода в городе, когда происходит промывка новых труб, либо во время ремонтных работ в водопровод попадают частицы земли и грязи. В данный момент идут ремонтные работы на трассе. Остановка, допустим, идет квартала. Соответственно, они что-то делают, трубы шевелят. Ну, соответственно, внутри накипь, которая потом идет также по трубам дальше. Соответственно, вот тебе и чернота в кранах. Сейчас пока город не нормализуется, отопление во всем городе, подтуда оно так и будет идти. Как только весь город нормализуется, вода будет чище намного. По словам коммунальщиков, ежегодно после запуска отопительного сезона цвет и температура горячей воды приходят в норму в течение двух месяцев. В отдельных случаях жители могут обратиться с заявкой в КСК. Акмарал Хасина, Мурат Буатбеков, Уркинмедиа. Больше 30 балхашцев передавали недостоверные показания счетчиков электроэнергии. Нарушения специалисты «Балхашэнерго» выявили в ходе рейда на 64-м квартале. В домах при сверке приборов учета с данными, которые передали службе жители, выяснилось, что горожане передавали неверные показания, чтобы сумма в квитанциях выходила меньше. За неделю проверок коммунальщики выявили больше 30 нарушений. В итоге из-за периодических неверных показаний у жителей накопились сотни и даже тысячи неучтенных киловатт. По 64-му кварталу это в сумме вышло 10 тысяч киловатт. Этот объем потребленной энергии нарушители обязаны оплатить в течение месяца. Жители, которые не впускают работников «Балхашэнерго», для снятия показаний счетчика специалисты вправе отключить. Были случаи, что на одну квартиру и полторы, и три тысячи киловатт выходило. По рабочему поселку на жилой дом было где-то 6 тысяч киловатт. То есть довольно серьезный объем, и эти объемы потребитель обязан будет оплатить. Больше 1800 административных дел зарегистрировали балхашские полицейские. Все правонарушения были выявлены за два месяца в рамках проведения профилактической акции «Участок». Больше 300 нарушителей правоохранителей задержали в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За выброшенные окорки, семечки и плевки наказали 160 балхашцев. Почти на 70 человек заполнили протокол за проживание без регистрации. Еще 38 мигрантов нарушили закон пребывания в стране. За несоблюдение правил дорожной безопасности к ответственности привлекли больше 900 человек. Чаще всего жители ездили с непристегнутым ремнем – 178 автовладельцев. Правоохранители остановили 160 любителей поговорить за рулем по мобильному. Почти 80 водителей не пропустили пешеходов. Еще 29 человек ездили без водительских прав. Кроме того, 17 балхашцев остановили за управление в состоянии алкогольного опьянения. Всех лишили водительских прав на три года. В этот период правила нарушали и пешеходы. По 5000 тенге выплатят больше 100 человек за переход дороги в неположенном месте. Для реализации данного УПН задействованы все сотрудники УОД города Балхаш, а также местные полицейские службы. В ходе УПН с 5 сентября по 28 октября было проведено 19 986 охотов, в том числе 18 895 квартир, 1080 частных домов, проверенные 10 крестьянных хозяйств, 589 дачного массива. В Центральном парке Балхаша обновили деревянные фигуры. В первый день каникул балхашские школьники вышли на реставрацию композиции, которую установили почти 10 лет назад. Ученики каждого учебного заведения почистили и покрыли лаком свои фигуры. Некоторым пришлось устанавливать новые. Продолжение темы в сюжете. У учеников 7-й гимназии сегодня внеплановый выездной урок труда в Центральном парке. Девятиклассники шлифуют и обтачивают напильниками фигуру казахской бабушки, которая простояла здесь почти 10 лет. В 2009 году все школы города установили на Центральной аллее парка почти 20 фигур. И сегодня каждая приводит в порядок свою композицию. Мы нашли свою фигуру. Это изображение казахской бабушки. Сейчас мы ее обтачиваем, потом покроем лаком. Делаем это для того, чтобы фигуры стали красивее и простояли здесь еще много лет. А вот 10-я школа свою фигуру не нашла и пришлось делать новую. Место девушки с кувшином займет молодой сокол. Заготовку учитель труда вместе с учениками вырезал из сухого дерева за пару часов. Еще около часа уйдет, чтобы ее закончить. Наша фигура это молодой сокол. Мы его делали, точнее я его делал два часа, поскольку нашей старой фигуры в основном и не было. Так пришлось его сегодня новую доделывать. Ну из молодого пенька, который уже высохло, мы его взяли, поделали. Так топором основу все вырезали, а теперь осталось только напильником его вырезать и все. И потом лаком его покрыть. Реставрацию деревянных фигур устроили по акции «Я люблю свой город», которая стартовала с началом учебного года. Сначала ученики убирались на набережной, после расчищали от мусора центральный парк. К новым этапам приступят весной. На втором этапе мы подготавливали и убирали от мусора, очищали от сухостоя территорию центрального парка. А на третьем этапе сегодня мы реставрируем и восстанавливаем деревянные фигуры, которые были установлены около 10 лет назад нами же. Работа продолжится в парке и дальше. И если фигур будет недостаточно, я думаю, что и здесь свое творчество снова дети покажут. И весной мы поставим еще несколько новых фигур деревянных. Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркин Медиа.